Прямо сейчас с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым мы обсудим, к чему же приведут военные провокации Армении на границе с Азербайджаном. Расим Алим, здравствуйте. Здравствуйте, Эльдана. Расим Алим, как вы считаете, к чему приведут эти военные провокации, как будет ситуация разворачиваться? Ну, армяне не делают пока до сих пор выводов из тех уроков, которые им раз за разом отдаёт азербайджанская армия. Они в очередной раз наступают на те же самые грабли, получают этими граблями по голове и вновь и вновь их повторяют. Ну, понятно, что Азербайджан оборудовал линию границы. У армян могут быть какие-то возражения, что это наша там какая-то территория. Но когда Армения продолжает наглую удерживать семь деревень в казахском районе, одну деревню Нахчевани, и заявляет о том, что нет, мы оттуда пока отступать не можем, потому что там какие-то разные абсурдные причины, там близко дорога проходит, не знаю, ещё что-то. Когда держат вооружённые силы на территории азербайджанского Карабаха, и при этом, значит, поднимают визг на весь мир, что Азербайджан там где-то на 2 километра по какой-то горной вершине, по их мнению, зашёл на территорию Армении, где-то ещё что-то. Азербайджан оборудовал свои пограничные посты, и инициатива по минированию подходов к этим постам, обстрелы исходила из вооружённых сил Армении. Ну, прямо сейчас, как вы верно отметили, даже вот прямо сейчас, то есть, стало известно, Министерство обороны Азербайджана, оно распространило, да, оно распространило прямо сейчас заявление, что вот в настоящий момент подразделения вооружённых сил Армении, они обстреливают из миномётов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Азербайджарского района, то есть прямо сейчас провокации продолжаются. — Понятное дело, что Азербайджан эти все, значит, составляющие угрозу для азербайджанских военнослужащих огневые позиции будет подавлять, что мы и делаем, причём делаем с успехом, делаем, ну, скажем, с большими потерями для армян. Я, ну, скажем, для меня 50 погибших молодых ребят азербайджанцев, которые стоят на страже границ нашей Родины, это не, ну, скажем, огромная потеря. — Ну, к слову, реальные потери, да, реальные потери Армении, да, она скрывает, как мы видим. — И там родители устраивают уже перед парламентом, значит, митинги и требуют от Пашиняна быстрейшего заключения мира с Азербайджаном. И вместе с тем они продолжают поступки какие-то иррациональные. Ну, да, пошли, позвали ОДКБ. Ну и что им сделает ОДКБ? Ничего. Ни одна страна на их вопле поддержкой не отозвалась. Все говорят, ведите переговоры, начинайте делимитацию границ. Азербайджан говорит, давайте начинать делимитацию границ. Но они всячески уклоняются от практической работы. Мы их с трудом за два года принудили при давлении Брюсселя, Москвы, Вашингтона, Парижа, чтобы они сформировали смешанную комиссию по делимитации границ. И что? Практической работе приступать не хотят. И над мирным договором договорились, что уже в сентябре месяце будет переговорная, созданная командой, и начнется работа над текстом мирного договора. Уклоняются от всего этого. Вроде бы была достигнута договоренность по железной дороге, что об ее открытии. И он, Пашинян, заявлял об этом и в Ереване, и в Брюсселе, и в Москве. Теперь следует заявление о том, что мы железную дорогу через Мегри восстанавливать не будем. Но как с таким партнером выстраивать прочный мир? И при этом, я еще раз повторяю, у армян то ли совершенно неадекватное восприятие мира, они поднимают вопли, они отовсюду хотят поддержки. Ну, какой-то, допустим, сенатор или конгрессмен США заявил о поддержке Армении, о том, что вот надо как бы Азербайджан принудить, чтобы они, в общем, бедных армян не трогали. Ну, или еще кто-нибудь, какие-нибудь там политики, прикормленные Арменией или армянским лобби, будут делать такие, они не меняют реалий. И в этом смысле, ну, приехал Тайва Кларк, получил соответствующее разъяснение, понял и уехал. И я думаю, что они будут выступать с той же позиции, что надо вести конкретные переговоры и начать заниматься делимитацией границы. И то же самое, ну, позвонил Макрону, я думаю, что он получил необходимое разъяснение. Ну, если он после этого будет продолжать выступать с позиции, скажем, поддержки армян, ну, это показывает полную ангажированность этого человека. И, скажем так, для армян он ничего не сделает, но остатки уважения Франции в Азербайджане, и не только в Азербайджане. В результате вот подобного рода подыгрывание армянским хотелкам, он потеряет. Поэтому я еще раз повторяю, есть конкретный переговорный процесс. Он сложный, но его надо идти по нему, а не устраивать пропагандистские шоу, устраивать провокации, поднимать визг на весь мир в надежде, что кто-то придет и армянские, скажем, хотелки удовлетворить на земле. Никто этого делать не будет. Ну, говоря об абсурдных заявлениях и обвинениях армянской стороны в отношении Азербайджана, также хотелось бы вспомнить и вчерашнее выступление премьер-министра Алинии Николы Пашиняна на заседании парламента, где он вновь зачем-то поднял вопрос, вообще поставил на повестку дня. Карабахский вопрос. Как вы считаете, вообще, насколько сейчас уместно об этом говорить, тем более учитывая ситуацию на границе, и то, что буквально совсем недавно была проведена брюссельская встреча, достигнуты важной договоренности, но опять-таки, что мы видим? Я думаю, что Пашинян маневрирует. Скорее всего, он ставит этот вопрос для того, чтобы объяснить, что да, мы все делаем. Но вопрос в том виде, в каком вы это от меня требуете, не решаем. Никто не может, Азербайджан, заставить вести переговоры по статусу уже не существующего Нагорного Карабаха. В конце концов, есть, ну даже Евросоюз не может с такими претензиями к Азербайджану обращаться. Азербайджан для армян в Карабахе готов предоставить те же самые условия, которые являющиеся членами Евросоюза Хорватия предоставляет для сербов. Болгария, которая является членами Евросоюза, для турок, турецкого меньшинства. Словакия, которая является членом Евросоюза, для венгерского меньшинства. Но если Евросоюз эти правила игры на своей территории принимает, на каком основании они могут какие-то завышенные требования к Азербайджану предъявлять? Понятно, могут сказать, проявите великодушие, найдите компромисс. Но требовать от Азербайджана у них нет никаких оснований. И Азербайджан свою переговорную позицию аргументирует. И с учетом того, что была автономия, но эта автономия была использована для того, чтобы разрушать азербайджанское государство. В этих условиях настаивать на каком-то особом статусе для этой территории. После той войны и тех потерь, которые перенес Азербайджан, и того недоверия, которое существует у Азербайджана, причем обоснованное недоверие, потому что армяне Карабаха будут выполнять роль троянского коня Армении для того, чтобы в какой-то момент опять возобновить территориальные претензии к Азербайджану. Естественно, Азербайджан не пойдет навстречу подобным пожеланиям армянской стороны. Что бы они ни делали. Да, и вот плюс ко всему сейчас мы наблюдаем, что вновь возвращаемся к тому, что в результате военных провокаций вооруженных сил Армении уже пострадало два гражданских лица. То же самое мы наблюдали во время 44-х дневной Отечественной войны. Как вы считаете, реакция международного сообщества какая должна быть? К сожалению, так было. Правда, нам удалось за счет того, что очень, скажем так, мы расширили разъяснение азербайджанской позиции политики. И, конечно же, главную роль в этом играет сам президент Ихам Алиев, который дает интервью, встречается с лидерами, объясняет азербайджанскую позицию. И, конечно, уровень понимания, по крайней мере, у лиц, которые принимают политические решения, существенно расширены. Они, в общем, знают, как обстоят дела, кто чего хочет. И даже если кто-то на стороне, скажем, да, но сердце на стороне армян, или же они в определенной степени вынуждены считаться с армянским лобби, с армянской диаспорой, голосами и прочими, но понимание того, что азербайджанская позиция правовая, у них есть. Но есть, к сожалению, двойные стандарты, двойное отношение. Оно существует и в политической среде, оно существует и в влиятельных информационных структурах международных, мировых. Ну, надо противодействовать, что мы с успехом делаем. Но усилия в этом направлении, безусловно, нужно наращивать. Ну что ж, спасибо вам большое. Пожалуйста, Эльна Ра. Войны и провокации Армении на границе с Азербайджаном обсудили с депутатом парламента Расимом Мусабековым.